Планка. Упражнение, которое в последнее время предлагается в качестве панацеи, как замена всех физических упражнений для тренировок в любом возрасте и при любом самочувствии. Но это не точно. Для улучшения работы мышц и лечения заболеваний позвоночника. Да что ты, черт побери, такое и все. Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бубновский, опровергает этот миф с точки зрения опытного врача-кинезитерапевта. И что? Планка. Это упражнение для ленивых. Ее может выполнить каждый, даже очень неподготовленный человек. Я предлагаю другое. Сколько ты стоишь в планке? 5 секунд, 10 секунд или 2 минуты? Это не имеет значения. Имеет значение то, что это несложное упражнение может выполнить любой человек, не подозревающий, что у него есть тромбы, спазмы сосудов, что он может получить инсульт в результате задержки дыхания, у него может оторваться тромб, у него может возникнуть спазм мышц спины, его потом будут поднимать санитары с пола. Планку может показать любой спортсмен, который умеет управлять собственными мышцами. Она не несет в себе, собственно, оздоровительный компонент физического упражнения, сокращение расслабления, то есть гемодинамика, то есть мышечное сокращение и расслабление обязаны быть в любом оздоровительном упражнении, которого, конечно, нет в планке. Вы знаете, есть такие изометрические упражнения, упражнения с задержкой дыхания и выполнением силовых упражнений. Они выполняются подготовленными людьми, многолетняя подготовка, 6 секунд, не более. Все остальное опасно для здоровья, для здоровья сердца, сосудов, мозга и вообще для всего организма. Поэтому планка не развивает этот мир, но может создать условия, при которых человек попадет в больницу, впервые ее выполнивший, особенно в период соревнований, во время какой-нибудь гулянки, свадьбы, дня рождения, когда люди, выпившие, любят показать себя физически сильным. Оживляй мозг, эликсир мудрости. Тогда они выполняют эту планку, ну и скорая помощь тут, как тут. Если вы хотите научиться выполнять планку, которая полезна для здоровья, я рекомендую вам освоить другое упражнение, но тоже последовательно и постепенно, шаг за шагом. Одно из самых эффективных упражнений, которое носит и оздоровительный, и укрепляющий характер, и в котором есть и планка, и сокращение, и расслабление, и статика, это упражнение, связанное с роликом. Простой ролик, который вы можете купить в любом спортивном магазине. Но я повторяю, что подходить к этому упражнению надо постепенно и осторожно, шаг за шагом. Итак, вы становитесь на колени, не с прямых ног, потому что я видел людей, которые с прямых ног разгибаются и рвут себе спину. Устанавливайтесь руками за ручки ролика. И идеально исполняется, когда вы до конца растягиваетесь. Вот вам планка. И на выдохе приводите ролик к коленям. Но сразу, сразу, большинство из вас это упражнение сделать не смогут. Но обратите внимание, в этом упражнении и растяжение позвоночника, это спина, и укрепление брюшного пресса. Главное, что это упражнение делается на выдохе. Вдох и выдох. Ха позволяет снять внутри черепное, внутри грудное и внутри брюшное давление, мобилизуя все органы в единое целое. Но я рекомендую начинать это упражнение постепенно. Сначала вы просто вот так раскатываетесь. На прямых руках спина прямая, брюшной пресс сокращен, ягодицы сокращены. И постепенно, день за днем, вы делаете это движение более широкой амплитудой. И. Ха. И. Ха. И. Ха. И. Ха. Ха. И когда вы дойдете до уровня, когда спина полностью прямая, полностью спина сгибается, вы достигнете нужного эффекта. Главная ошибка, когда люди выпрямили руки, и живот упал, спина прогнулась, и они в этой позе пытаются подняться. Вот этого не должно быть. Поэтому тело должно быть абсолютно прямым. Ха. Сгибается только в конечной стадии. Ха. На выдохе. Когда вы сокращаете брюшной пресс, собираете все органы, сделайте это упражнение 20 раз. 30. 40. Или 2 раз по 20. Или 2 раз по 10. Или 2 раз по 5. И через месяц, 2-3, выполняя это упражнение регулярно, хотя бы через день, вы добьетесь нужного лечебного, оздоровительного и общего укрепляющего действия. Всего хорошего. Подписывайтесь на официальный канал Бубновский в YouTube, а также на аккаунты Сергея Бубновского в социальных сетях. Продолжение следует...